Мы дружны с печательным словом. Если б не было его, ни о старом, ни о новом, мы не знали б ничего. Ты представь себе на них, как бы жили мы без книг. Книги смелые, книги честные. Пусть немного в ней страниц. Всему миру, как известно, нет и не было границ. Представить ситуацию, что было бы, если бы не было книг, какую в свое время описал известный детский писатель Сергей Михалков, сегодня могли второклассники из четвертой школы. Но кажется, что такое вообразить трудно, особенно в окружении большого количества занимательных и ярких книг, любимых детских писателей, представленных на книжке на неделе в детской библиотеке. Здесь и Маршак, и Чуковский, и Михалков. Арина Ивановна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем. Уходите со двора, лучше не простите. Поросят купать пора, после приходите. Мы давно работаем по проекту «Я живу в посаде, им любуюсь». В этот раз мы не приглашали поэтов, мы сделали свои литературные программы, посвященные замечательным детским писателям Михалков, Чуковский, Маршак. И, конечно, сегодня с 10 утра у нас ребята младшего школьного возраста. И вот такие интерактивные программы мы для них подготовили. А после двух часов к нам придут уже подростки и старшеклассники. И здесь, конечно, уже книги. Мы подготовили им другие и получаем очень много новой литературы. Поэтому, конечно, не обойтись без новинок детской литературы. Кроме того, мы им сделаем обзор тех книг, лауреатов, литературных премий. Интерактивная программа с веселой и любознательной веснушкой пришлась по душе и второклассникам из 11-й школы. Они попробовали свои силы в командных соревнованиях. Узнавали любимых с малых лет писателей по портрету, по названию произведений, по песням, написанным на их слова. Книжки на неделе мальчики и девочки подготовили созданные вместе с родителями книги. Дети придумывали стихи и прозу, а родители оформляли. У Полины Терешковой это уже не первая книга сказок. Первую историю она написала в пять лет. Полина рассказывает, что берет свои истории из жизни друзей. Здесь есть сказка про меня и про мальчика, который учился на двойке и справился. Как ты назвала такую сказку? Страна оценок. Основная мысль твоей сказки какая? Ну, чтобы все учились хорошо, наверное. Снежное мороженое. Снежный торт, а может быть мороженое. Но снежное мороженое есть и осторожно. Если меры не иметь, ангина может не болеть. В первую книгу Таисии однокласснице Полины вошло целых пять стихотворений. Одно из них про снежное мороженое. Мои стихи о разном. Мои стихи о зиме. Тут три стиха о зиме. Про кошку мою один стих. Про Марфушку. А рисунки кто рисовал? Я рисовала, мама помогала. В книжке-самоделке нашлись строчки про любимую кошку Марфу. Живет у нас Марфушка. Пушистый хвост, два ушка. Круглые глазищи, острые когтищи. Ей сегодня девять лет. Устроим праздничный обед. Книжки на неделе в детской библиотеке на Угличе продлится до 31 марта. И охватит детей подростков от трех до 16 лет. Наталья Артемова, Феликс Дорхов, День города.